МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Солист группы Иванушки Интернешнл Андрей Григорьев-Аполлонов уже дважды разведён. Но с бывшими супругами поддерживает хорошие отношения. Доказательство тому вот эта фотография, где Рыжий обнимает своих двух бывших жён. Андрей Григорьев-Аполлонов дружит со всеми своими бывшими жёнами, потому что он, в принципе, умеет дружить. Есть у него такой талант. У бывших жён Андрея есть немало сходства. Девушки обе Марии. А ещё обе променяли Григорьева-Аполлонова на баскетболистов. Первая Маша вышла замуж за знаменитого Андрея Кириленко. Вторая Маша за менее известного Андрея Зубкова. История Андрея Григорьева-Аполлонова – это вообще история о том, как грабли дважды бьют в одно и то же место. Очень чётко. Андрюше нужно срочно завести свой какой-то марафон. Десять способов стать женой баскетболиста. Способ первый – быть замуж за Андрея Григорьева-Аполлоновой. Но Андрей вроде как не слишком сильно переживал уходы жён. А ты не стерчь его слёз, люби, люби. Он вообще лёгкий человек, как говорят его коллеги по группе. Без понтов. Я иногда удивляюсь, как он может отпускать некоторые ситуации, да. Просто он много спит и мало нервничает. У него меньше стрессов, чем у окружающих его людей. Вот и на бывших жён, которые его бросили, певец не обижается, а старается поддерживать дружеские отношения. Особенно со второй Машей, ведь она родила певцу двоих детей. После всего этого они нашли общий язык, и они очень хорошо общаются сейчас с Машей. И я знаю, что один из сыновей, Ваня, живёт с Андреем в Москве. Ходит здесь в школу. И, в принципе, они как-то так договорились, и у них нормальное общение. Сейчас Григорьеву Аполлонова уже 50 лет. Настолько история сама по себе невероятная. Это была Ивана Маня, истерия. Несмотря на возраст, он остаётся завидным женихом. Вот только надо ли ему вновь связывать себя узами брака? Вдруг мимо опять какой баскетболист пробежит? Режиссёр Андрей Кончаловский – мастер по сохранению хороших отношений после расставаний с женщинами. Он был пять раз женат. И никаких скандалов и делёжки имущества после разводов. Первый раз это случилось, или вернее не случилось, в браке Кончаловского с Натальей Оренбасаровой. Оренбасарова, Наташа и Андрон не могут по-другому. Это особые люди. Это, можно сказать, аристократы духа, поведения. Это пример для многих. Наталья и Андрей познакомились на съёмках фильма «Первый учитель». Смотрите на неё. Это первая освобождённая женщина Востока. Это название стало символичным для 18-летней Оренбасаровой. Кончаловский стал для неё первым режиссёром, а потом и первым мужем. Совершенно юная Наталья Оренбасарова просто покорила сердце Кончаловского. Он преодолел немало препятствий, насколько я помню, потому что это девушка из восточной семьи, были сложности с родителями. Он женился, всё честно, правильно было. Но брак продлился всего пять лет. Кончаловский уехал работать в Голливуд. Наталья же осталась на родине. Брачные отношения закончились, зато дружеские остались. Во многом потому, что у супругов был общий ребёнок – Егор. Ему было всего три годика, когда родители развелись. Но никаких обид на них Егор не держит. Во-первых, я считаю, что на самом деле не так уж плохо, что мои родители развелись, разошлись. И думаю, что хорошо, что они тогда разошлись, а не позже. А во-вторых, ну что, как бы в три-четыре года-то рано обижаться, а в пять-шесть уже поздно. Ну, в этом смысле. Надо сказать, Андрей Кончаловский хорошо общается со всеми своими бывшими жёнами. И даже случайными возлюбленными. Например, с актрисой Ириной Борозговкой. Которая родила режиссёру дочку Дашу. И что примечательно, последняя жена Кончаловского, Юля Высоцкая, этому общению совсем не препятствует. А всё потому, что это очень дипломатичные и мудрые женщины, которые понимают, что нет смысла ссориться, нет смысла критиковать друг друга. А нужно выстраивать и отстраивать этот хрупкий мир ради счастья всей семьи. Вот что значит старая школа. Но и новая школа не отстаёт. Сын Андрея Кончаловского, Егор, тоже расстался со своей гражданской женой Любовью Толкалиной. И при этом тоже остался с ней в дружеско-родственных отношениях. Как и его папа Андрон, это человек увлекающийся, это художник. Он прилежит только творчеству, искусству. Они не принадлежат как бы себе эти люди. Они должны получать импульсы. Лав-стори Кончаловского и Толкалины во многом похожи на роман родителей Егора. Они познакомились, когда ему было 30. А Любе едва исполнилось 18. Егор тоже снимал жену в своём кино. Вот только прожили вместе они не 5 лет, как Кончаловский с Оренбасаровой, а целых 20, что, увы, не помешало им расстаться. Причинами расставания Любовь и Егор так и не поделились с общественностью. Зато оба сразу написали в своих соцсетях «Мы расстаёмся друзьями». И это, похоже, были не просто красивые слова. Меня поудивляют те люди, которые там своих бывших спутников клянут, ругают, или, не дай бог, ещё какую-то гадость пишут, или там пишут, или опубликовывают в средствах массовой информации. Поэтому, мне кажется, это логичнее как раз, что отношения нормальные сохраняются. У бывших гражданских супругов есть дочка Мария. Недавно она вышла замуж. На свадьбе присутствовали оба родителя и общались друг с другом так, как будто и не расставались. Дочку поцелуйся, мы обе щёчки. Хотя Егор уже живёт с другой женщиной, и в этих отношениях вновь стал отцом. У него родился мальчик. Я был бы рад, если бы они пошли по моим стопам и были в этом, так сказать, состоятельны и успешны. Любовь Толкалина несколько лет встречалась с английским композитором, имя которого она скрывала. Но жизнь на две стороны во время пандемии коронавируса поставила точку в этих отношениях. Впрочем, такая красавица вряд ли останется надолго одна. Сейчас мы видим совершенно счастливую, красивую, полуобнажённую Любовь Толкалина в Инстаграме. Прям вот, мне кажется, она даёт вдохновение для многих женщин своим телом, как нужно за собой ухаживать и следить. В её-то 30 с хвостом лет. Не будем говорить, сколько Любовь Толкалина. Мы тоже не будем говорить. Вспомним лишь знаменитую фразу. Жизнь после 40 только начинается. Любовь это подтверждает. Она цветёт и пахнет, улыбается, радуется каждому дню и читает стихи. На распашку утра, добрым другом солнце, к синим небам радость, поцелуем вечности. Объявляем вас мужем и женой. Остались в хороших отношениях после развода и Алла Пугачёва с Филиппом Киркоровым. Они общаются, проводят время в общих кампаниях. Поменялся статус наших отношений с Аллой, но не изменилось самое главное уважение, отношение, преклонение перед её талантом. Это великая женщина, и она заслуживает счастья. И то, что сейчас и в моей семье всё хорошо, и у меня тоже дети, и своя дорога, у неё своя дорога. Филипп даже дружит с нынешним мужем Примадонны Максимом Галкиным. Магнитик. Спасибо, Филипп. Что стало предметом многих шуток, и с той, и с другой стороны. В действительности, я сын Киркорова, а Гарри его внук. Может быть, ему не так уж и приятно, что он стоит рядом с Максимом Галкиным, я это вполне допускаю. Но внутреннее благородство и отношение к этой женщине, да, двигает ему, позволяет ему быть, вот это благородство распространять на всё, что касается Аллы Борисовны. Пугачёва и Киркоров прожили вместе 11 лет. Многие до сих пор спорят, что это было – настоящая любовь или пиар. А вот коллеги-пары уверяют – в первую очередь это был творческий союз. Холодно в городе без тебя стало. Это была такая вот, ну, необходимость друг в друге. Чисто человеческая, прежде всего. Изначально, да. Но и творческая, которые дали огромный стимул для развития у Филиппа и для дальнейшего подъёма на новые какие-то новые этапы, это у Аллы. Без этого просто не было бы многих песен, не было бы «Зайки моей». Я на шарик плохо склю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-то у тебя люблю. А вот в «Братья» с Максимом Галкиным Пугачёва отошла от творчества. Что, впрочем, неудивительно, ведь у неё появилось двое детей. Тут не до гастролей. Я думаю, она счастлива, да. У неё есть самое главное. У неё есть большая, дружная, любящая её семья. С Киркоровым Пугачёва ничего не делила. Птица гордая, птица певчая, я отпускаю тебя. Расстались они мирно. Чего ссориться? Вообще глупо ссориться с Аллой Борисовной. Было бы глупо ссориться с президентом нашей страны. Действительно, если Филипп всегда говорит о Пугачёвой только в превосходной степени, Алла Борисовна может бывшего мужа и подколоть. Ирина Дубцова после развода продолжает общаться с бывшим мужем-музыкантом Романом Черницыным. И не просто общаться, но даже вместе с ним ездить в отпуск. Пара влюбилась друг в друга, когда Ирина участвовала в телепроекте «Фабрика звёзд». Именно Роману певица посвятила свою песню «Это всё о нём». Пара поженилась. Через два года у них родился сын Артём. А ещё через пару лет Роман и Ирина разошлись. Они объясняли, слишком были плотные рабочие графики, виделись редко. Зато сейчас бывшие супруги видятся регулярно. И даже иногда вместе ездят в отпуск. Точнее, вместе с сыном, конечно. Тём, люди спрашивают, ты с нами вообще или тебя нет? Вот он. Молодцы, правильно сделали. Я считаю, что вообще нормальные, умные, интеллигентные люди, они должны это делать ради своего ребёнка. Это прекрасно. Сегодня Ирина и Роман – люди свободные. Я свободен. Поэтому никакие другие половинки не мешают им вместе отдыхать. Дубцова называет бывшего мужа родственником навсегда. Нам, девочкам, нужно всегда помнить, что муж – это состояние временное, а вот бывший муж – это навсегда. Поэтому с бывшим мужем нужно всегда поддерживать, стараться держать хорошее лицо. Ещё одни показательно образцовые бывшие супруги – это Алексей Чадов и Агния Дитковските. После развода они часто проводят время вместе. Тоже ездят вместе на отдых с общим сыном. Не, 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 поймал чё-нибудь? Ладно, сейчас исправимся тоже. Мальчик проводит много времени у отца. У них же отдельная целая там лапстори. Была красивая пара. Алексей и Агния познакомились на съёмках фильма «Жара», где играли влюблённую пару. Вы же не дадите мне пропасть? А чей второй берите-ка? Теперь ваш. У нас были там и свои истории, свои влюблённости, расставания, и горести, и счастья, и праздники, и дни рождения, и так далее. Но общались во время съёмок, в перерывах между съёмками. И да общались. Любовь перешла с экрана в жизнь. Но отношения у пары строились непросто. Они постоянно то сходились, то расходились. Пойдём со мной. Потом всё же поженились. Но вскоре после рождения сына развелись. Интересно, почему? Хороший вопрос. Но актёры так и не ответили на него. Ограничились стандартной фразой «мы решили остаться друзьями» и остались ими. «Ванёк». «Не называй меня так». «Ванёк». «Не называй меня так». В интервью ни одного плохого слова друг о друге. На первом месте только интересы ребёнка. Он должен знать и видеть, что у него есть и мама, и папа. Не устают повторять бывшие супруги. Это зависит не от черт характера, а от мудрости, от терпения и готовности жить в добре и в хороших отношениях. А мудрость у Лёши есть точность. Он вообще человек с большим опытом. Он очень много чего в жизни пережил. И я думаю, что он спокойный, мудрый и раздумчивый человек. После развода ни Чадов, ни Дитковскиты второй раз в ЗАГСе пока не бывали. Агния, правда, успела родить второго ребёнка, но имя его отца тщательно скрывает. Так что никто не мешает бывшим супругам проводить время вместе с их ребёнком. Бывшие супруги Рита Дакота и Влад Соколовский тоже запросто могут отдохнуть вместе с их общей дочкой Мии. Я сужу просто по своим родителям, которые расстались, когда мне было 6, 7, 8 лет. И все семейные праздники, какие-то там помогать маме, куда-то перевезти вещи, куда-то поехать к бабушке. Это всё до сих пор вместе. В отличие от других разведённых пар, Рита и Влад пошли дальше всех. Ведь певцы берут с собой на отдых ещё и действующих возлюбленных. Рита и Влад познакомились на музыкальном телепроекте и поженились сразу после его окончания. Многие были удивлены, не рано ли, не поторопились ли ребята. В итоге так и вышло. Поторопились. По крайней мере, Соколовский. Одной жены ему было явно мало. Когда Рита узнала о постоянных изменах мужа, она и подала на развод. Я думаю, что он понял в какой-то момент, что он не подарил красоту свою, как будто ещё, кроме Риты. И как-то он подумал, может быть, в какой-то момент, что бац, что-то как-то меня быстренько в эти оковы, в эту прекрасную клетку золотую. После развода первое время между супругами была настоящая война. Дакота постоянно обзывала бывшего мужа на своих страницах в соцсетях. Малоприятная. А он с виноватым видом отмалчивался. Но со временем все обиды улеглись. Ради дочки бывшие супруги стали мирно общаться. И настолько в этом преуспели, что теперь могут запросто поехать в отпуск в пятером. Рита, Влад, их дочка, девушка Влада и бойфренд Риты. Понимаете, у нас в глазах общественности какая картина. Они полетели четвером. Значит, они обязательно должны спать в одной кровати. Меняясь периодически друг с другом, как бы, сексуальными ролями до утра. Нет, это не так. Ребята живут по отдельности, своими жизнями. Просто они летят вместе. Дочка видит, что и папа, и мама общаются. Что у мамы есть новый друг. Что у папы есть подруга. Это уже даже не высокие отношения, а высочайшие. Сегодня бывшие супруги Гоша Куценко и Мария Порошина общаются, как близкие друзья. Приходят друг к другу на дни рождения с новыми пассиями. Их дети от других браков отлично ладят между собой. Когда Мария очень состарится, я уверена, Гоша будет продолжать к ней так же относиться. К женщине, чье лицо испещрено морщинами, все равно можно относиться с этой высокой, красивой, восторженной любовью. Очень красивый пример того, как должны вести себя люди после разбора. Актеры познакомились, будучи бедными студентами театрального училища. Вы опять переигрываете. До ЗАГСа они так и не дошли, но жили вместе как семья. А на последнем курсе Маша родила дочку Полину. Правда, очень скоро после этого пара рассталась. Что? Мария вспоминает, она крутилась между дочкой и лекциями, а Гоша все больше между вином и другими женщинами. Да, мне повезло, я остаюсь с тремя девчонками. Он просто приходил к ней и говорил, да, я тебе изменяю. Ну и что? Ну вот я такой, принимай меня таким, какой я есть. Это для мужчины, это нехорошо, это некрасиво. Мне очень жалко таких мужчин. И хочется, чтобы все мужчины наконец-то исправились и были верны своим женам. Но это, конечно, в моем розовом мире розовых пони. Такого, мы как все знаем, не бывает. И единственное, к чему мог привести такой брак, к разводу. Так и случилось. Порошина и Куценко расстались. Какое-то время после этого они не поддерживали тесных отношений. Маша была слишком обижена на Гошу. К тому же тот не торопился меняться. Но с годами актер понял, как некрасиво себя вел по отношению к жене. И даже признался, что жалеет о разрыве с Порошиной. Главное – участие. Бывшие гражданские супруги научились не просто общаться без обид, но и по-настоящему дружить. Куценко часто видится с дочкой Полиной. Поддерживает ее во всем. Она пошла по стопам родителей, стала актрисой. Я не могу после шестого, я дежурная. И вообще, Гоша, похоже, стал примерным семьянином. В новом браке с Ириной Скриниченко у него появилось еще двое дочек. И теперь все мысли актера только о них. Думаю все время о том, как вырастут мои девочки. Но нужно как-то временем уделять. Время уделять. Нужно всему уделять время, я вам скажу. Это самое отвратительное, это время. Самое прекрасное и самое ужасное, когда его нет. Брюс Уиллис и Дэми Мур развелись больше 20 лет назад. Но до сих пор поддерживают друг с другом теплые отношения. Хотя для разведенных супругов это скорее исключение, чем правило. Дэми Мур должна звонить и говорить, где алименты на русском, на чисто русском языке. Наш друг Брюс Уиллис должен от этого всеми способами убиливать. Так что только таким образом. Шутка, конечно. Но Дэми Мур и Брюс Уиллис действительно уж слишком близко общаются для разведенных. One, two, one, two, three, here we go. One, two. Они даже провели вместе карантин. Точнее вместе со своими тремя общими дочками. Дэми Мур активно выкладывала фотографии их совместного времяпрепровождения. И многие даже подумали, что актеры вновь сошлись. Но оказывается, нет. Просто новая жена Брюса с их детьми застряла в Лос-Анджелесе. А карантин застал Уиллиса в Айдахо. Это я. Где он навещал дочек. Так и оказались бывшие супруги с запертыми в одном доме. Тут иногда, когда ты любишь человека, ты не можешь с ним более двух месяцев в одном доме. в двухкомнатной квартире проторчать. Тебе уже хочется его слегка изменить, назовем это так. Говорят, Дэми Мур отлично ладит не только с Брюсом Уиллисом, но и с его женой Эммой. Та часто оставляла комментарии под снимками бывших супругов. Мол, очень по всем скучаю. А Дэми ей в ответ взаимно. Оказывается, высокие отношения бывают не только в советских фильмах. Высокие. Высокие отношения. Тимур Юнусов, он же Тимоти, недавно удивил всех поклонников. После расставания с Настей Решетовой, которая родила ему сына, он прекрасно отдохнул в ее компании в Дубае. Но для Тимоти это нормальная ситуация. Да. Да. Вот и с мамой своей дочки, моделью Аленой Шишковой, он тоже находится в хороших отношениях. Тимоти продолжает быть очень галантным по отношению к своей бывшей, не только ради ребенка, но и потому, что вот ему нравится по-рыцарски, романтично вести себя, отправляет ей цветы, подарки, ведет себя очень галантно и финансово щедро. Рэпер выбирает себе в возлюбленной только красоток моделей, но официально на них не женится. Зато детей, рожденных от этих отношений, обожает. И ни в чем им не отказывает. Скорее всего, ни в чем не отказывает он и бывшим возлюбленным. Многие вообще подозревают, что это все контрактные романы. Мол, Тимоти выбирает красивую девушку. Договаривается, что та родит ему ребенка, а он будет до конца жизни содержать их. Мне кажется, что все-таки это не контрактные пары. Мне кажется, что были действительно искренние отношения, потому что вообще-то девушки тоже, как говорится, непростые, не с улицы пришли. Они известные модели, очень такие статусные, да, можно так сказать. Поэтому, конечно же, они, может быть, больше получили от Тимоти, чем он от них получил. Но я думаю, что это были искренние отношения. Как бы там ни было, Тимоти никогда не говорит о своих бывших плохо и продолжает оставаться с матерями своих детей в хороших отношениях. Все, Настюх, пока. Он зависел, я не знаю, зависит ли сейчас от родителей, от отца в частности. Отец вложил на него огромные деньги. Они люди, так сказать, восточные, с такой богатой историей и наследием. Они, конечно, сделали все, чтобы Тимоти вел себя по отношению к тем, с кем он общается, достойно. Круто быть папой, да. Каждый день снова новый сюрприз. Именно. Круто быть папой, да. Исполнять ее каждый каприз.